Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Медленно Кыргызстан» и «Мой Кыргызстан» Сегодня у нас в гостях директор Международного гуманитарного фонда Human APL International, господин Али Аюб. Али Аюб родился 1 июля 1967 года. Имеет высшее медицинское образование. С 1995 по 2004 год обучался в Дагестанской медицинской академии. Ординатуру окончил в Дагестане, в России. Али Аюб с 2004 по 2007 года был директором филиала Human APL International в Шри-Ланке. С 2007 по 2011 годы начальником отдела управления программами и проектами 15 филиалов Human APL International, Объединенные Арабские Эмираты. С 2011 года по настоящее время является директором филиала Международного гуманитарного общества Human APL International в Кыргызстане. Он награжден многими почетными грамотами и наградами в Кыргызстане. Женат, воспитывает четверых детей. Также в совершенстве владеет арабским, русским, английским языками. Господин Али Аюб, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать нам в студию. Спасибо. Скажите, пожалуйста, сколько лет Ваш фонд ведет свою деятельность, свою работу у нас в Кыргызстане? В Кыргызстане уже 16 лет наша организация, наш фонд работает в Кыргызстане. В 2004 году наш фонд был регистрирован в Министерство юстиции. И с этого времени наша организация или наш фонд работает в Сухбор. По каким направлениям Вы ведете свою деятельность? У нас основное это социальные, это обыкновенные дети-сироты. У нас сейчас в данный момент 3900 детей-сирот, которые получают в особе каждый месяц 34 доллара. Это где-то 2500 сумм. Это дети, которые в семье живут с матерью или с бабушкой. Без отца растут. Да, без отца. Еще социальные проекты у нас другие. Это типа строительство садиков. Социальных объектов. Социальные объекты, да. Социальные объекты. Еще у нас помогаем одноразовую помощь. Есть у нас ежегодно. У нас акция проходит зимой. Это подарит тубло. У нас мы подарим одежду зимой и летом. Тоже детям, сиротам и малоимущим семьям. Тоже басовье у нас есть для инвалидов. Для малоимущим семьям тоже басовье обращает. Раздаете уголь по этому проекту «Подари тепло»? Да. По всему региону? По всему региону, да. В этом году большая часть обращала эту чуйскую область. У нас где-то 800 тонн угля мы раздавали только чуйскую область. Кто к вам может обратиться за помощью? К нам обращаются к помощи именно такие категории. Это сироты, которые отца потеряли. И у них свидетельство должно быть о смерти отца. Свидетельство о рождении ребенка. Собравка из места жительства, где он живет. О сустав семьи. И еще паспорт об икон его. Мать или кто отвечает за него. Росты. Росты, да. Иногда бывает в круглосироте тоже нету никого. Может, дедушка или бабушка или кто-то. Вот эти документы, которые обязательно нужны. Требуются. Да, требуются. Обычно мы не можем напрямую, чтобы пришли к нам и так далее. Мы обычно через Министерство соцразвития. Или соцотдел, где какой район. Или районы. Через них мы обращаем эти документы и утверждение, что действительно такие нуждаются. Вот такие обращаются к нам. Есть, которые обращаются к нам тоже к малоимущим семьям. У них очень много детей, например. У них работа. Работает, например, кормилец. Но мне хватает денег и так далее. Мы требуем некоторые документы, которые обязательно для этого. Тоже это мы, как я сказал, все через Министерство соцразвития. Соцзащиты или там социальных отделов района или села, да? Да, потому что это чтобы гарантия, что это действительно нуждается. Это правда. Не выходит с каждого фонда и так далее и волчат. Потому что есть которые волчат у разных фондов. Одни и те же люди. А мы для этого постоянно стараемся, чтобы координация была с другими фондами. Если у нас, если у них, если это. Чтобы в одном месте волчат. Потому что другие, чтобы больше для других. Да, другим, что хватало. Конечно. И еще вот у нас в последнее время это очень актуально. Остро стоит этот вопрос. Это большая проблема. Это лечение. На лечение многие граждане Кыргызстана обращаются в зарубежные такие фонды, как ваш. Для них что требуется? Они могут вам обратиться за помощью, например? Я знаю, что вы многим помогаете, особенно детям на лечении, предоставляете финансовую помощь. Вот именно на лечение, дорогостоящие операции и так далее. У нас мы помогли многим людям, именно детям. И это такая процедура. Мы не сразу не можем оказать такой помощь. Мы изучаем эту ситуацию, где ребенок, например, или где-то, который болеет. Документы должны быть официальные. Документы из Минздрав. Должно быть письмо, что действительно нуждается. Отверждающие. Да, подтверждающие это. Документы из больницы, где обследовали, что операция здесь в Кыргызстане, например, невозможная. Или есть возможность, где и так далее. Стоимость операции. Мы все эти документы отбираем нашим спонсорам Арабских Эмиратов или Австралии, где наши филиалы, которые там помогают, собирают нам средства для помощи. И таким образом мы можем помогать. Но это иногда большается быстро, иногда долго, иногда мы не отрицательны. Не сможете помочь. Возможности мы стараемся, чтобы помогать. Скажите, пожалуйста, я знаю, что скоро в Чуськовской области а точнее в Кейминском районе намечаются большие два проекта, если можно поподробнее. Даже три проекта. Расскажите, пожалуйста, об этом. Вот у нас сейчас такие большие проекты, потому что мы дошли к такой мнению, мы здесь как филиаль, здесь в Кыргызстане, и наше руководство в Аравских Эмиратах и Австралии, что надо людям, чтобы они сами зарабатывали, не просто мы помогаем одноразовой помощи. Поэтому должны быть такие помощи, которые постоянные, которые люди сами, они будут зарабатывать деньги. Поэтому у нас сейчас такой большой проект, этот современный фермер будет, этот Кейминский район в Чунг-Кимине будет. Наш генерал-секретарь недавно был здесь. Мы поехали, смотрели, где это место, где будет строиться. И с Айлук-Мет местный, ну, с Айлук-Мет Чунг-Кимина мы говорили, Аким тоже Кейминского района поддерживает, и зам Акима поддерживали нас, чтобы там реализовать этот проект. И это, конечно, будет очень хороший проект, потому что будут рабочие места, будут люди работать, будут люди не только вручать помощь и так далее. Пособия именно работы, а не зарплату. Да, вот зарплату вручают, будет как место работы для них. И именно в Чуйской области, и именно в Кейминском районе, которые будут там работать, которые будут. Но у нас тоже, например, сироты, матрии их и так далее, и так далее. Вот такие категории будут там, работать там. Это, конечно, сейчас обрабатывают наши спонсорами, Катер-Боровский Эмират и так далее. Мы больно создали как проект, там есть. И сейчас, надеюсь, что в этом году будем реализовать этот. Точно не могу сказать сейчас, потому что там еще обрабатывают до конца этот проект в Аравском Эмират. Отлично. Еще у нас другой, тоже грандозный проект, это социальные дома строят. Есть малоимущим семьям, есть сиротам, есть инвалидам, которые нет у них дома. Которые крещены над головой. И мы хотим, чтобы строить для них дома. Чтобы они жили там, чтобы для них были условия хорошие там. Не только будет там просто строить дома и все. Там будут тоже социальные объекты. Будут там строить члены всех, чтобы работали, да, люди, именно которые в этом городке, которые будем там. Это где-то 100 домов будет. Отлично. Да. Мы это тоже, мы сказали, швейный цех, может быть, тоже другие цехи, которые по возможности будут. чтобы люди смогли зарабатывать на них и работать. И чтобы было развитие для региона тоже. Отлично. И в целом развитие Кыргызстана. Это второй проект. А третий проект у нас тоже в Кеменском районе будет. Это там будет строиться комплекс, образовательный комплекс. Это там садок будет, образовательный центр. И там мечеть по дороге будет тоже. Вот это как современные, тоже будут все оборудования. Действительно, это грандиозные, большие проекты. Да, такие большие проекты. А такие проекты еще в Чуйской области где-то там будут строиться? Примерно такие? Ну, в Чуйской области у нас есть такие планы, но пока спонсоров мы сейчас ищем. Ищите. Но для этих, которые я говорю, у нас уже решенный вопрос. И некоторые, ну, современные фермеры еще мы работаем со спонсорами. Дорабатывается. Да. Дорабатывается и с короткой времени начнет. Да. Надеюсь, когда тепло будет, начинаем эти строительства. В других районах, регионах тоже у нас есть такие проекты. по всему региону. У нас сейчас идет строительство, тоже садок, большой садок, еще образовательный центр, еще конструкция, которая, МИШЗ, которая там существует, этот, Ольгинский область, Каракулжинского района, там, село Илайтала. Там тоже идет сейчас такое строительство, такой комплекс. Еще у нас четыре фаба будет. Есть Чуйская область, есть где Органская область тоже, и Баткинская область, еще у нас Наринская область. То есть, такие большие проекты социального направления ведется по всему Кыргызстану. Помимо этого, я знаю, господин Али, вы помогаете больницам, строите фабы, покупаете скорые помощи. Об этом вот, можете рассказать? Да, у нас мы очень хорошо знаем эту проблему в области здравоохранения. Потому что это очень важно именно в прошлом году, когда пандемия и когда карантин, очень много было проблем, например, да, и именно в области здравоохранения. Да. Что-то не хватает и так далее. Поэтому мы с этого решили побольше оказать помощь в этой области. Мы недавно подарили три скорых помощи, например, в Бомском ущелье одна, одна в городе Бишкика и еще одна в Оржской области. Еще у нас оказали помощь этот кислородный концентратор социальная защита, ну, специальная защита для врачей, как этот халат маски и так далее. Это именно Киминская территориальная больница и Орловская больница, которые в основном учили. И Бомске учили. там это вот этот который в основном который в этом году. Надеюсь, что у нас будут еще побольше проекты именно в области здравоохранения. у нас еще больницы, которыми оказываем помощь, типа оборудования, медицинское оборудование. Есть ГСВ, который тоже на самом деле скоро у нас будет открытие тоже в Куршаве Оргенская область ГСВ, там грубо семейные врачи. И сейчас у нас проблема, что медицинское оборудование не смогли найти, потому что из-за пандемии сейчас граница закрыта, поэтому мы сейчас ищем, где можно купить медицинское оборудование. Поэтому скоро тоже это будет реализоваться, чтобы открытие будет и чтобы работа фиксируется. Да, раз уж мы заговорили о будущем, скажите, пожалуйста, какие еще планы? Вот мы основном, как я сказал, мы хотим, чтобы была в области экономики, чтобы развивать это. Мы хотим, чтобы было, уже другое направление помощи у вас пошло. Потому что здесь у нас есть некоторые хотят, например, именно которые, например, матери, сироти, которые в нашем обликновении, у них нет ни работы, ни образования, и так далее. Поэтому они хотят, например, кредит взять. Но кредит взять, они тоже боятся, или что-то, и так далее. Поэтому у нас такая система. Для них, именно для матери под нашим обликновением, у нас такая программа сейчас, чтобы отдать брасонтный кредит или займ. Мы это, потому что не кредитная организация, займ даем. И на какое время, чтобы она вернула, например, хотят скот, например, хотят, например, швейный, или торговля, и так далее. Мы готовы сейчас такие проекты реализовать. скоро этот будет. Потому что мы, как я сказал, пришли к выводу, что люди должны работать, не сидеть. Когда люди работают, тогда будет страна развиваться. Будет экономика страны развиваться. Люди не будут ехать за границу, например, работать, иммигранты и так далее. Сами знаете проблемы, иммигранты и так далее. тогда будут места здесь рабочие, и люди будут работать на своей родине и будут пользоваться своей родине. Спасибо. Ваше пожелание нашим телезрителям, пожалуйста. Спасибо вам за эту возможность, что дали нам сегодня такое интервью, чтобы люди узнали о нашей деятельности, о нашей идее, о нашей проекте. И еще хотел поздравить президенту Кыргызской республики с выступлением должности президента. И желаю успехов, удачи и крепкого здоровья. И также кыргызийскому народу желаю успехов, удачи и поздравляю с назначением выбора президента Кыргызской республики. И желаем, чтобы действительно будет Кыргызстан страна, которые будут развиваться, страна, которые будем совместно, вместе, потом будем помогать другими странами, чтобы оказать другими странами помощь. Спасибо вам большое. Удачи вам. Рахмат. Рахмат. Рэ inmates Продолжение следует...